Измерение влажности почвы, а точнее сказать определение относительной степени наличия или отсутствия влаги, казалось бы простая задача. И два оголенных металлических электрода с этим справятся. Но мало того, что металл будет не сладко в таких условиях, так еще и электролиз, вызванный протеканием тока, мало того, что приведет к их более быстрому разрушению, так еще и загрязнит грунт нежелательными веществами. Частично с этим можно справиться путем включения датчика на короткое время через большие промежутки времени. Но гораздо лучше использовать другой тип датчика, а именно емкостной. Здесь будут уже участвовать не электроды, а защищенные металлические пластины, покрытые слоем непроводящего вещества. Имея заранее снятые размеры, рассчитаем емкость получившегося конденсатора-сенсора. Для этого я советовал бы воспользоваться бесплатным программным обеспечением S-Mass. По сути, там откат на минималках, но возможностей программы вполне хватает. Весит она всего лишь 2,28 мегабайт и также доступна на сайте через облако. Для создания области с пояснениями просто пишем текст и в конце ставим пробел. Шрифт изменился. Для начала зададим размеры. Пишем название переменной, в данном случае это Lens, длина. Далее жмем на равно или двоеточие. Таким образом выполняется операция присваивания. Запишем соответствующую длину 100. И для указания единиц измерения Ctrl-W миллиметры. Таким же образом была задана ширина виз и расстояние между пластинами D. Найдем площадь пластины. Для этого запишем переменную S-square. Опять присвоить двоеточие или равно. Название первой переменной. Далее операция умножения. Символ звездочка, Ctrl-8. И следующая переменная. Далее равно и получаем результат в единицах C. Теперь зададим относительную диэлектрическую проницаемость диэлектрика между пластинами. Греческую букву эпсила можно выбрать из окна справа. Но гораздо удобнее написать латинскую И и нажать Ctrl-G. Пока что для воздуха оставим единицу. Остается задать выражение для вычисления емкости плоского конденсатора. Деление осуществляется с помощью символа наклонная линия, слэш. Также в программе уже есть многие постоянные. Например, электрическое постоянное, эпсилон нулевое. Также можно настроить количество значений после запятой. Правая кнопка мыши, Demical Places. Итак, вышла емкость 5 пикофарад. Но учитывая, что между пластинами будет не воздух, а грун, с эпсилон примерно 20, итоговая емкость будет около 100. Учитывая относительную диэлектрическую проницаемость воды примерно 81, при поливе емкость увеличится примерно до 400 пикофарад. Теперь остается как-то обнаруживать изменение емкости конденсатора при изменении влажности. Для этого он включается как часть фильтра низких частот, суть работы которого в том, что R1 и C2 создают делитель напряжения. Но если у верхнего плеча сопротивление постоянно, то емкостное сопротивление нижнего плеча зависит от частоты сигнала и емкости самого конденсатора. На вход подается меандр 1 МГц. То есть частота не изменяется. Изменение частоты среза будет происходить за счет изменения емкости конденсатора датчика. Но так как форма сигнала все еще почти прямоугольная, добавляется амплитудный детектор, состоящий из маломощного импульсного диода и параллельно соединенных конденсатора с резистором. Таким образом, напряжение на выходе будет зависеть от емкости конденсатора датчика, которое в свою очередь зависит от свойств среды между пластинами. И при наличии влаги она будет изменяться, так же как изменяться напряжение на выходе. Получить прямоугольный сигнал достаточно высокой частоты можно с помощью таймера 555. Но зачем же использовать дополнительную микросхему, если все равно есть микроконтроллер? Новый проект. Нужный микроконтроллер. У меня это F030F4P6. Любое имя и финиш. Включаем отладчик SysDebugSerialWire. Для генерации шим-сигнала будем использовать 16-й таймер. Включаем его, выбираем генерацию шим, первый канал. Необходимо получить частоту 1 МГц. Сначала посмотрим частоту шины, от которой тактируется 16-й таймер. Здесь это 8 МГц. Итак, нужно получить 1 МГц. Сначала просто делим частоту тактирования шины этого таймера на нужную частоту. То есть 8 миллионов поделить на 1 миллион будет 8. Получившееся число должно быть произведением значений в регистрах пределителя и автозагрузки. Причем для получения большего разрешения всегда нужно отдавать предпочтение регистру авторилот-региста. Таким образом в поле прескэла я оставляю 0, а в поле авторилот-региста пишу 8 минус 1. Все потому, что счет идет с нуля. И записанный пределитель 0 соответствует делителю единица. Так что можно считать как обычно и просто потом отнимать единицу. Руководствуясь этим выражением, для получения коэффициента заполнения 50% в регистр захвата сравнения запишем половину от регистра перезагрузки. То есть если здесь 8 минус 1, то в кэпчиком PayRegister будет 4 минус 1. Вот и все. Жмем на шестерню сгенерировать код. В программе остается запустить генерацию ШИМ с помощью функции HAL Team PWM STAT с указанием таймера и номера канала. Здесь это первый канал. После прошивки МК выдает 1 МГц. D 50%. Вот первый образец. Здесь пластинами конденсатора служат куски фольгированного стеклотекстолита. А напряжение на выходе просто измеряется вольтметром. На выходе 1,56 В происходит полив растения и напряжение уменьшается, потому что емкость конденсатора увеличивается и его емкостное сопротивление, которое является нижним плечом делителя, уменьшается. Можно попробовать воссоздать идеальные условия без почвы. При заполнении емкости водой, в которой находится датчик, напряжение изменяется очень плавно и четко. Для воссоздания макета системы автополива была использована недорогая водяная помпа с Алиэкспресс, которая может качать до 120 литров жидкости в час. Перед использованием неплохо бы проверить, как она работает. Поэтому насос был опущен в трехлитровую банку с водой, а трубка выведена к банке с землей. При этом нужно не забывать, что емкость с жидкостью должна находиться по уровню ниже, чтобы после отключения вода не продолжала течь. Подключил к литийонному аккумулятору. Работает неплохо. Один такой насос можно использовать сразу с несколькими растениями с разветвителем. Здесь я немного перестарался и залил лишнего. И если при сухой земле напряжение было примерно 1,5 В, то при условной 100% влажности на выходе примерно 0,75 В. Динамический диапазон вышел небольшой, но этого вполне хватит. Пребывая на ярком солнце, часть влаги испарилась. Ускоренная видеосъёмка даёт возможность увидеть процесс высыхания вместе с изменением выходного напряжения. Для снятия показаний с датчика нужно включить АЦП, нулевой канал. Наибольшее время преобразования. А запускаться пусть будет от события первого таймера. Во вкладке АЦП выбираем первый АЦП, режим циклический. Разрешаем непрерывную работу через ПДП. А теперь собственно нужно настроить первый таймер. Включаем тактирование и настраиваем его на частоту 10 Гц. И обязательно в поле события триггера выбираем Update Event. Таким образом преобразование АЦП будет происходить 10 раз в секунду при каждой генерации события от первого таймера. И также включаем прерывание от него же. Также я включу третий таймер, каналы 2 и 4. Частота 1 кГц. Они будут служить для водяного насоса и небольшого динамика. В программе создаю переменную с плавающей точкой для отображения напряжения с датчика. Определяю две постоянные величины. Выходное напряжение с датчика при условной 100% влажности и при низкой влажности. Ставка U в конце для определения типа, беззнаковый и целочисленный Unsigned Integer. И вспомогательная переменная, которая по умолчанию должна быть равна 255. Теперь очень быстро запускаю генерацию шим-сигналов от 16 таймера, это 1 МГц для датчика. Также от 3 таймера на 2-й и 4-й канал. Шим-сигнал 1 кГц для управления динамиком и насосом. Ну и калибровка АЦП, его запуск и запуск таймера, который будет запускать АЦП 10 раз в секунду. И также генерирование прерывания от него. В главном файле добавлена колбек-функция прерывания от первого таймера, в которой выставляется значение переменной SCH100MS равное 255. В главном цикле выполнится условие IF, так как значение переменной SCH100MS по умолчанию 255. Далее выполнится расчёт напряжения в вольтах с датчика на основе показаний с АЦП. И в конце обнуление этой глобальной переменной. То есть условие уже выполняться не будет, а удовлетворится оно, когда сработает прерывание таймера, и переменная 5 выставится равной 255. Всё, теперь можно зайти в отладчик, добавить переменную в LiveExpressions и посмотреть напряжение. Примерно 0,75 вольт, то есть то же самое, что и на вольтметре. Алгоритм работы следующий. Если напряжение с АЦП меньше порогового, то выключается помпа и звуковое оповещение. Ну то есть как сейчас 0,75 вольт, влажность высокая, условно стопроцентная. Потом через время земля будет высыхать, и когда напряжение станет выше или равно верхнему порогу, включается насос и звуковое сопровождение. В качестве ключа используется маломощный полевой транзистор, который управляет насосом. В свою очередь на затвор транзистора подаётся шим-сигнал, сгенерированный с микроконтроллера, для управления скоростью потока. Также дополнительно временно подключён динамик. Он будет сигнализировать об низкой влажности. Ждать, пока земля высохнет очень долго, поэтому проведены испытания немного искусственные. Пока показания снимаются непосредственно с датчика, ничего не происходит. Помпа выключена, как и звук, так как влажность высокая. Далее вход АЦП подключается напрямую к 3,3 вольтам, имитируя сухую землю. И тут включается и звук, и насос. Ну и понятно, что вода должна поступать до тех пор, пока значения с АЦП не будет ниже или равно пороговому. Потом всё отключится, земля высохнет, и опять после достижения верхнего порога включится насос за звуком. То есть в таком простом исполнении, в общем-то, можно отказаться от микроконтроллера и сделать схему на одном компараторе. Если нужно сделать несколько таких химкостных датчиков для дома, то это не проблема найти металлическую пластину. Но для массовости отлично подойдёт изготовление таких датчиков, как печатной платы. Это даст приемлемую цену в зависимости от размеров и отличную повторяемость. Подобные датчики, собственно, уже и изготавливаются вместе с генератором на таймере. И здесь возникает идея соорудить устройство для измерения влажности почвы, которое кроме этого включало бы измерение температуры с помощью термистора и измерение освещенности с помощью фоторезистора вместе с передачей данных через модуль GDI23. Сейчас я делаю платку и позже будет понятно, что из этого вышло.